Сегодня марта 1876 года. Мы в мире проезды. Я была кокнута, был по корабля, золотая лихорадка. Мы ходили под британским флагом в Атлантике между ногами и старым садом. Наш капитан хорошо знал маршруты, мы уже давно по нему ходили. Но в одном дне пути до Нового Света нас настиг большой штук. Пожалуй, самый сильный из всех, в котором я бывала. Он не прекращался почти два дня. И наша команда настолько вымоталась, что даже не представляла, где мы находимся. На третий день наш корабль выкрасила на берег неизвестного нам острова. Несколько наших ребят исчезли в тот день. И мы предположили, что их выбросило за море. Или они погибли на островных рифах. Так как наш корабль был почти полностью раздроблен. Капитан разделил команду. Одна часть должна была оставаться на берегу и спасать груз. А также пищу и другие припасы. Другая же часть, в которой была я, отправилась вместе с капитаном вглубь острова. Взяв немного пищи и оружия, мы отправились в пустынные джунгли в поисках местных обитателей. Мы долго пробирались сквозь заросли деревьев и уже почти потеряли надежду найти кого-либо. Но потом набрели на небольшой красивый город. Там были высокие каменные дома и фонтаны. Различная живность в загонах, а сразу же за городом виднелась высокая гора, на вершине которой была сверкающая пирамида. Мы предположили, что она была вся из золота. В самом же городе мы не нашли никаких следов местных обитателей и решили отправиться к пирамиде. Меня же капитан как женщину отправил назад к оставшимся членам нашей команды с докладом. Я отправилась выполнять его поручение. Вернувшись в лагерь на берегу, я рассказала ребятам о городе посреди острова, в котором нет никого, и о золотой пирамиде на вершине холма. Ребята закончили разгрузку и, взяв различные инструменты, отправились вместе со мной в город. Спустя несколько часов, когда уже темнело, прибыли в город. Приближаясь к нему, я заметила костры, которые горели посреди города. И я подумала, что эта оставшаяся часть команды их развела. Когда же мы вышли на свет, то увидели ужасающих существ. Они были похожи на людей, только по три метра роста, одноглазые, с рогом на лбу у каждого. И еще у каждого из этих существ было по три пары рук. Первая пара, как у людей, а вторая сразу же под ними росла прямо из ключицы. Эти существа сидели вокруг большого костра, над которым висели убитые животные и жарились. Присмотревшись к костру, я заметила, что над ним висели не животные. Там были мужчины из оставшейся части команды. Они были мертвые и освежевывали. Их жарили словно шашлык. Один из нас выкрикнул от страха, увидев ту же картину, что и я, тем самым выдав нас всех. Ужасные чудовища заметили нас и со страшными воплями бросились за нами. А мы разрозненно побежали в джунгли. Я не видела никого. На небе не было ни одной звезды. Лишь полумрак луны освещал мне путь. Зато я ясно слышала страшные крики этих тварей и панические возгласы своих товарищей. Спустя некоторое время я точно помню, как зацепилась ногой, а какой-то корень и упала, потеряв сознание. Очнулась я уже утром и быстро побрела к берегу. В нашем лагере я никого не встретила. Наверное, все остальные мои друзья были схвачены этими чудовищами. Я пишу это письмо, как свое прощание с этим миром и откровение для того, кто его найдет. Я отправлю эту бутылку с письмом в плаванье. И, возможно, кто-то его найдет. А сама сейчас поем, вооружусь как следует и вернусь назад в город, отомстить этим существам за моих друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова